Привет всем дорогие друзья, сегодня у меня на канале особый выпуск, в котором я представляю вам самые горячие новинки для ПК, которые уже вышли. Если вы всегда хотели быть в курсе самых актуальных игровых релизов и узнать какие проекты уже доступны для вашего компьютера, то вы попали по адресу. Располагайтесь поудобнее, включайте эту подборку и окунайтесь в мир захватывающих новых игр на ПК. Like a Dragon, ролевая игра развивающаяся где-то в современной Японии. Главным героем истории выступает отважный мужчина по имени Джури, обладающий уникальными боевыми способностями. А все благодаря тому, что он обучался в легендарном храме у настоящих мастеров своего дела. Возьмите на себя роль столь необычного человека и начните выполнять задания, постепенно окружая себя преданными товарищами и свергая опасных криминальных боссов. Ваша главная задача будет заключаться в охране некого важного человека, способного изменить весь мир. На него ведут охоту опаснейшие наемники, готовые пойти ради достижения своих целей на любые жертвы. Возьмите оружие и ступайте на тропу войны, что позволит вам продемонстрировать свои невероятные силы всей стране. Приложив определенные усилия, вы сумеете спасти множество невинных людей, а злодеи понесут свое заслуженное наказание. Также из принятых особенностей игры можно выделить хорошую трехмерную стилистику, наличие запоминающихся персонажей и, конечно же, крутые сражения, которые порадуют всех фанатов серии Якудза. Участвуйте в боях, защищайте слабых и прокачивайте свои навыки до максимальных значений. The Last Fate проект, разаботанный в жанре экшен-платформера, где мы отправляемся навстречу незабываемым приключениям, сразимся с коварными монстрами и выполним важные миссии. Главного героя зовут Эрик и он внезапно просыпается без каких-либо воспоминаний о прошлом. Он погружается в череду опасных и непредсказуемых событий ради того, чтобы восстановить память и раскрыть мрачные тайны. Достичь успеха в своей цели, как оказалось, будет не так-то просто, ведь от твоих действий и принятых решений будет зависеть не только судьба главного героя, но и даже целого народа, а может быть и всего мира. Отправляйся на исследование многочисленных локаций, добывай ценные ресурсы и зацепки, находя ответы на волнующие вопросы, а также постепенно избавляй этот мир от сторонников зла. Двухмерная графика хорошо продумана и позволит каждому стать частью этих игровых событий. Risk of Rain Return Динамичный двухмерный проект, который успешно сочетает в себе жанры экшена, рогалика и платформера, являющимся ремейком некогда популярной игры Risk of Rain. Событие отправляет в нас далекое будущее, где человечество полностью освоило космические просторы, а перевозки между планетами и звездами стали совершенно обычным явлением. Одна из таких поездок не увенчалась успехом, ведь на поезде перевозился далеко не обычный груз, за которым велась охота со многих сторон. Поезд был сбит с курса и при полном крушении оказался на далекой, еще неизведанной планете. Мы же сыграем роль одного из выживших после катастрофы, которому предстоит исследовать окружение, добывать ценные ресурсы, раскрывать мрачные тайны этого места и делать все возможное, чтобы отыскать путь домой. Главной особенностью игрового процесса является необратимая смерть, а поэтому тебе нужно быть максимально внимательным и продумывать каждый шаг, чтобы не начать все заново. The Invisible Динамичная приключенческая игра, разработанная в научно-фантастическом сеттинге, где мы отправимся на просторы футуристического ретро-мира, сыграя роль одного из участников профессиональной команды звездолетов, которая отправляется покорять космические просторы, постепенно выполняя важные для всего человечества миссии. В одной из таких экспедиций команде удалось добраться до отдаленной, неизведанной планеты под названием Regis 3, где их корабль и потерпел крушение, а выжить удалось лишь тебе. Очнувшись от глубокого и долгого сна, ты понимаешь, что совершенно один в неизвестных, а возможно очень даже опасных условиях, с которыми теперь нужно найти способ смириться и суметь сохранить собственную жизнь. Отправляйся на исследование окружения, внимательно изучай даже самые неприметные локации, ведь именно там ты сможешь раздобыть ценные ресурсы и найти ответы на волнующие вопросы. В твоем распоряжении ряд высоких технологий, которые помогут эффективно исправляться с поставленными задачами. American Arcadia Увлекательная кинематографическая головоломка, в которой органично сочетаются элементы 2.5D платформера и геймплея от первого лица, погружая игроков в захватывающее повествование о побеге из опасной ситуации. В центре сюжета Тревор, ничем не примечательный человек, оказавшийся в центре событий самого известного в мире реалити-шоу. Действие игры разворачивается в мегаполисе Американская Arcadia, ретро-футуристическом месте, напоминающем 70-е годы. Здесь жители живут в роскоши и комфорте, не обращая внимания на то, что каждый их шаг круглосуточно транслируется на мировую аудиторию. Привлекательность шоу заключается в его опасном характере, где падение популярности может стоить участникам жизни. Тревор Хиллз – типичный офисный клерк, довольный своим обыденным существованием. Однако в глазах телезрителей это делает его фигурой низкого ранга, что ставит его на путь казни в один конец, если только он не сумеет найти выход. К счастью, Тревор находит союзника в лице Анджелы Салана. Анджелы стремится обеспечить выживание Тревора, используя свое техническое мастерство и хитрость, чтобы манипулировать окружающим миром, открывая ему путь к свободе. По мере развития сюжета игроки управляют двумя разными персонажами в двух разных мирах. Только совместными усилиями им удастся обойти грозную корпорацию, стоящую на их пути. Warhammer Age of Sigmar – это не просто стратегия в реальном времени, а экшен-РТС с передовой кинематографической графикой и захватывающим дух геймплея, где вам предстоит с головой погрузиться в события вселенной Warhammer и принять участие в суровых сражениях во владениях смертных. Вам предстоит примерить на себя роль военачальника и захватить дикие и свирепые земли гур, где обосновались ужасные создания. Продвигайте след за лихо закрученной историей и узнайте судьбу четырех фракций. Продемонстрируйте выдающиеся управленческие навыки, делайте все, чтобы ваша армия процветала и вкусила сладкий вкус победы. При этом не забывая, каким горьким может стать вкус поражения. Игровой процесс будет знаком каждому, кто хоть раз сталкивался с РТС. Игрокам предстоит остаться единственной живой фракцией на карте, для чего придется то и дело совершать разведывательные вылазки и захватывать новые территории. На словах это может оказаться просто, но в зависимости от выбранной кампании и уровня сложности, задача может оказаться непосильной. В игре предусмотрена как полноценная сюжетная кампания, так и отдельный сценарий, из-за чего каждый найдет что-то себе по вкусу. Стронгхолл Дефонайт Эдитион. Проект, представленный в жанре стратегии в реальном времени, где мы отправляемся на просторы средневековой Англии, в которой грозит распад после жуткого заговора лордов. Ты сыграешь роль императора, который остался верен своей стране и своим людям, а поэтому перед ним стоит ответственность за объединение земель и истребление всех, кто посмел принять сторону зла. Становись участником сложных и сокрушительных битв за земли, где враги будут делать все возможное, чтобы твоя цель не была достигнута. Важно собрать могущественную армию и оснастить ее мощным арсеналом, а также постоянно ее развивать, тем самым увеличивая силу и преимущество на поле боя. На твои плечи ложится ответственность за мирных жителей, которых также нужно обеспечить ресурсами и полноценной защитой в виде цитадели. Пройди все испытания, избавься от врага, воссоедини утраченные земли и сделай все для светлого и безопасного будущего своего государства. Ранчо Симулятор. Игровой проект, разработанный в жанре симуляторах, где нам предстоит взяться за исполнение роли управляющего ранчо. История расскажет о главном герое, который получает в наследство от своего дедушки небольшой, интересный, но при этом терпящий упадок бизнес. Главная задача игрока заключается в поднятии ранчо, его развитии и увеличении, чтобы стать знаменитым на весь мир. Отправляйся на место действия, изучай окружающие земли, находи ценные ресурсы и займись расширением собственного дела. Все будет происходить посреди скалистой местности, а это значит, что столкновение с соперниками и дикими животными точно неизбежно. Это говорит о том, что тебе потребуется проявить смекалку, особую сноровку и быстродействие, чтобы не допустить ошибок и избежать нападения оппонента. Враги будут самыми разными, поэтому тебе нужно позаботиться о полной безопасности ранчо. Из особенностей стоит отметить отлично проработанную графику, обладающую приятной анимацией и визуальными эффектами. Также порадует игроков полная свобода действий, которая позволит делать все на свое усмотрение. The Lord of the Rings. Кооперативная игра на выживание. Группа гномов отправляется в опасное путешествие. Когда-то, давно они потеряли свою единственную родину, волшебную страну Морию, которая располагалась в Мглистых горах. Теперь им предстоит объединить усилия, чтобы вместе преодолеть препятствия и не испугаться таинственных угроз. Игрок выступает за предводителя отряда, призванного лордом Гимли, хранителем Локкана, чтобы найти руины некогда процветающего королевства. Его гибель произошла несколько столетий назад, поэтому героям придется многое начинать с нуля. Как известно, все вотчины гномов находятся глубоко под землей. Карта постоянно генерируется, поэтому практически исключена возможность дважды попасть на одну и ту же территорию. Для обработки ресурсов потребуется кузница. В ней будут производиться военные снаряжения и орудия труда. Если повезет, то геймер найдет легендарные доспехи гномов. Они помогут эффективнее противостоять натиску врагов. Приключения в стране фэнтези принесут массу удовольствия поклонникам жанра. Данжес 4. Пошаговая фэнтезийная стратегия с ролевыми элементами. Сюжет игры продолжает события прошлых частей и расскажет о возвращении коварной королевы-эльфийки, которая перемеднулась на сторону зла. В этот раз она решает собрать больше темных сил для уничтожения всего добра в этой вселенной. И как упростоит играть за злую сторону и попытаться победить в этом увлекательном приключении. Разумеется, девушка-эльф не сможет все сделать сама, поэтому нужно собрать мощную армию, найти тех, кто будет сотрудничать и поклоняться. Сюжет покажет мрачную историю становления зла над миром и на ход профессования можно влиять в некоторой степени. Геймплей представляет собой пошаговую тактику действия. К примеру, можно собрать отряд и отправить его захватывать карту, уничтожая все и всех на своем пути. Так передвижением и управлением отряда происходит в пошаговом стиле. И с каждым продвижением карта буквально меняется, так как регионы становятся темными и разрушенными. Нужно побеждать войска добра, которые всеми силами пытаются удержать фронт. Стоит выделить систему прокачки, формирования отрядов и различные магические удары. Графика одновременно красочная и яркая. Вот мы и подошли к концу моего топа игр, которые уже вышли. Я надеюсь, что моя подборка позволила вам узнать о самых интересных играх, которые доступны уже для вашего компьютера. Комментируйте ниже, какие проекты вам понравились больше всего. И не забудьте подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе самых свежих игровых новостей. Спасибо, что провели время со мной и до новых встреч в следующих выпусках. Играйте в удовольствие, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова